На сегодняшней оперативной на радио старшине облвыконкама Геннадия Соловья разреженный ход реализации державной программы по увековешиванию подвигу загинувших при обороне Айчины и заховании памяти об охвярах войнов. Зараз у Гомельской области на державном улику находится больше как 1100 таких похований. В этом году на ремонт помнеков плановится выдатковать с бюджета около 85 тысяч рублей. А про этого облвыконками различаются на допомогу спонсоров. Тем более, что такие приклады в регионе есть. С теми ознайомились наши корреспонденты. Колькость войсковых похований на Гомельшине постоянно увеличивается. За пошли 10 годов плюс 200 помнеков и мемориалов. Их выявление отбывается у основным, дякуючи необыяковым людям, які информуют мясовые органы улады об вядомом им месте похований, что ранее не находилось на улику. На сегодняшней нараде у старшине облвыконкама до темы захований исторической памяти звернулись знову. В основном все памятники в хорошем удовлетворительном состоянии. Нам надо только приложить руку к тем воинским захоронениям, которые находятся сегодня в неудовлетворительном состоянии. Их 59. Я благодарен Геннадию Михайловичу, председателю облсполкома, за то, что он сделал подсказку, что кроме того, что есть какие-то подшефные организации, которые ухаживают, это средние школы, училища, предприятия. То есть обратиться на сегодняшний день надо нам каким-то спонсорам. Ну, наверное, в лице тех юридических лиц, которые, как говорится, имеют прибыльное предприятие, которое окажут нам к 75-летию освобождения Беларуси и посильную финансовую помощь. Спонсорская допомога на наведение парадку на войсковых помняках и в местах похований мирных жахаров на Гомельше несправа поколь не вельми расповсюженная. Али и выключением такие приклады назвать нельга. У Гомельским управлением магистрального газопровода акционерного товарыства «Газпрам Трансгаз Беларусь» акцию «Монумент Перамоги» проводят пять годов. И сё ли это я ее обовязково протягнуть. Начиная с 2015 года, вот уже пять лет подряд работниками нашего филиала проводятся мероприятия по благоустройству территорий, мест захоронения воинской и боевой славы. В этом году мы продолжим мероприятия, проводимых в рамках данной акции. И нами сейчас рассматриваются уже предложения по благоустройству территорий воинских захоронений, находящихся в Гомельском и Добрухском районах. Тансьюня у братских и одиночных могилах на территории Гомельской области похованы крыху больше, как 180 тысяч человек. Имены 5,5 тысяч – неведомые. Ёзь подставы свержать, что с часом яны будут адновлены. У вынику проведения активной пошуковой работы только летось. На мемориальные плиты нанесены 4 тысячи прозвища у загинувших. Яшедзен на керунок по увековешвании памяти, ахвер войны, створение новых мемориальных комплексов и объединение их у один туристичный маршрут. Плануется, что януклюшить Шервонный берег у Жлобинском районе, где подчас войны находился дитячий концлагер. Лагер смерти Азарычы у Калинковицком районе, а так само мемориалы Баграцион и везка Алла у Светлогорском районе. Отповедный проект распрацованный у институте «Гомель-громадян-проект». От первых эскизов и до кончаткового варианту пройшло амаль два годы. За гэтый час были подрыхтованы пять вариантов. Частку необходимых для будовництва гэтого мемориалу сродков зарабили подчас областного субботника, 22 лютого. Отдать дань памяти погибшим – это не напрасно в любом случае. А посещаемость будет, потому что ездят и сейчас на существующую братскую могилу, там постоянно лежат цветы. Помимо этого, планируется создание такого, сложно сказать, туристического маршрута, но маршрута по мемориальным зонам Гомельщины. То есть закольцованный маршрут, в который, возможно, будет включена, ну, невозможно, однозначно будет включена и Алла. Зараз на Гомельщине открытый специальный доброчный рахунок, на який можно перелишивать сродки для будовництва мемориального комплексу у вёса Алла. А праша того, грошу будут сбирать и подчас проведения грамадских акций. У приватности весной этого года телерадиокампания Гомель проведет телемарафон, принять уделу, яким смогут все жадающие. Уреште увековечывание памяти загинувших – долг кожного грамадянина. Мы рассчитываем на исключительно добровольное участие, на добровольное пожертвование от предприятий, от бизнесменов, предпринимателей и простых неравнодушных людей. Хотя некоторые интернет-ресурсы и демонстрируют отличную точку зрения, но тем не менее я хочу обратиться ко всем коллегам по Перу и призвать их принять участие в этой благотворительной акции. Вот для меня лично участие в этой акции является моментом истины, который показывает истинное отношение и человека, и средства массовой информации, либо любой другой организации к нашей истории, к нашим людям, к нашей стране и к нашему народу.